Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чтобы у заместителей главы было краевое видение вопросов, чтобы мы развивались в масштабах края активнее. Краевой опыт на благо Анапе. Аппарат городской администрации усилился новыми кадрами. Изменения произошли и в других структурах муниципалитета. 10 рублей в день не так много, я считаю. Так, пожалуйста, что не жалко. Когда мизерный взнос становится большим вкладом в экономику. Как работают механизмы взимания курортного сбора и что об этом думают отдыхающие? Те мероприятия, которые они сегодня увидят и смогут в них поучаствовать, они принесут к себе в школу. Ходить и ездить только по правилам. Анапа присоединилась к краевому марафону детской дорожной безопасности. Совет города-курорта согласовал кандидатуры трех заместителей главы муниципалитета, двух начальников управления администрации, а также главы одного из сельских округов. В сессии принял участие глава курорта Юрий Поляков. В кадровых изменениях депутаты видят усиление команды за счет специалистов, которые проявили себя на краевом уровне. На должность заместителя главы города-курорта согласован Вячеслав Вовк. Его хорошо знают в Анапе. Он работал главным редактором телерадиокомпании «Анапа. Регион». В пять лет возглавлял управление по взаимодействию со СМИ города-курорта. Затем четыре года проработал в пресс-службе губернатора Кубани. Еще один новый заместитель главы Роман Дикий. Ранее занимал должность замминистра Министерства образования, науки и молодежной политики края. Возглавлял Центр патриотического воспитания молодежи Кубани. Третье назначение на должность заместителя главы Наталья Богданова. Ее стаж муниципальной и государственной службы составляет более 20 лет. Она трудилась в налоговой инспекции Краснодара в департаменте потребительской сферы края. С ноября 2017 года работает в администрации Анапы начальником управления экономики и инвестиций. Глава муниципалитета Юрий Поляков пожелал всем успехов. Депутаты единогласно поддержали кандидатуры. Кадры подробны достаточно серьезно. Образование соответствует, опыт работы имеется. Два заместителя главы, которые сегодня были согласованы на должность, это представители краевой администрации. И мы видим здесь политику главы муниципального образования, чтобы у заместителей главы было краевое видение вопросов, чтобы мы развивались в масштабах края активнее, чтобы у нас были привлечены на территорию муниципального образования краевые проекты, чтобы мы входили в региональные программы и тем самым развивали свое муниципальное образование. Кадровые изменения произошли и в структурных подразделениях администрации. Олеся Лешенко утверждена на должность начальника управления по санаторно-курортному комплексу. Управление экономики и инвестиций возглавит Елена Пушкарева. Новый руководитель появился и у администрации Благовещенского сельского округа. На должность главы согласован Евгений Сливин. Усиление кадрового состава в том числе должно помочь более эффективно привлекать средства по линии государственных и муниципальных программ. Поддержку в данном вопросе пообещала и депутат ЗАГС Собрания Ирина Конограева. Она также приняла участие в сессии. От субсидий из краевого и федерального бюджета сегодня зависит то, как будет развиваться муниципалитет. В местном бюджете предусмотрены средства на текущие полномочия, а также ремонт и содержание уже имеющейся инфраструктуры. Депутат ЗАГС Собрания Ирина Конограева, которая также присутствовала на заседании, призвала коллег активнее выходить на нее по самым разным вопросам. В частности, от имени краевого парламента в Минздрав России направили письмо с просьбой об увеличении финансирования муниципального здравоохранения. При поддержке председателя ЗАГС Собрания Юрия Бурлачко спортшкола «Олимп» в Виноградном получит собственный микроавтобус для поездок на соревнования. В Джигинке необходимы детские площадки и места для отдыха селян. На осень мы с вами должны выйти уже с определенным пакетом документов, что пойдет по госпрограммам, что можно будет пропустить через субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам. Вот для того, чтобы, как говорится, депутатская поддержка чувствовалась. Сегодня же депутаты утвердили изменения в бюджеты на текущие и будущие годы. В них поступили более 120 миллионов рублей в виде трансфертов. Из них 88 миллионов на создание дополнительных мест в детских садах. Более полутора миллионов рублей при софинансировании из муниципального бюджета. Еще 437 тысяч направят на детские и спортивные площадки в сельских округах. 7,5 миллионов рублей на организацию пожарного поста в селе Джигинка. Кадровые изменения сегодня произошли не только в администрации. Руководитель Краевого департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода и глава муниципалитета Юрий Поляков представили коллективу газеты Анапской Черноморья нового директора и главного редактора в одном лице Сергея Швидко. Его предшественник Сергей Шека, который руководил газетой 22 года, покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. Нового редактора Владимир Пригода охарактеризовал как человека удивительной динамики и креатива. Он редактировал газету Каневского района, сотрудничал с кубанскими новостями, возглавлял издание «Щербиновский курьер». Анапа-Город стратегически для нас важно, чтобы в ближайшие максимум год результат уже был. Результат тот, который устроит и край, устроит шефа губернатора, тот, который нужен нам. И по большому счету обеспечит усиление команды мэра, команды Юрия Петча в Анапе по части СМИ, по части внутренней политики. Это крайне важно для общего успеха города, повышение качества жизни, бюджета и так далее. Верю в его профессионализм, знаю о том, что он поднимет нам газету, поднимет имидж Анапы еще выше. Поэтому я хочу пожелать вам удачи в надежде на то, что у нас все получится. Среди приоритетов нового редактора – повышать оперативность, перейти в полноцвет, наполнить издание новым интересным содержанием. Я перед собой ставлю три основные задачи сейчас. Это увеличение тиража, улучшение финансового состояния предприятия, ну и развитие мультимедийности. То есть выход в интернет, работа в социальных сетях, все, что связано с развитием на современном этапе. Курортный сбор стартовал. С этой недели туристы, отдыхающие в Анапе, начинают платить по 10 рублей за каждый день пребывания. В отелях подготовлен специальный персонал, который рассказывает гостям о нововведении. Кроме того, введены новые отчетные документы. В управление по санаторно-курортному комплексу оказывают информационную поддержку. Большая просьба, конечно, при заезде курортный сбор у нас взымается. Этот сбор не является налогом, это на инфраструктуру, на развитие нашего курорта, пляжей, набережный люк. Предприятие сравнительно небольшое, здесь все универсалы, поэтому о курортном сборе рассказывает директор гостиницы Светлана Голуб. Оплатить его можно будет и позже, по закону есть еще сутки. Сейчас главная задача разместить людей, а не только что с автобуса. Почти 30 часов добирались из Тулы. Салон комфортабельный, можно поспать, но пробки под Воронежем и Ростовом утомили, оттягивая встречу с морем. Илья Мартынов с дочерью в Анапе второй раз. Новость о курортном сборе встретил спокойно. За 10 дней, минус первые сутки, ему предстоит заплатить всего 90 рублей, так как на несовершеннолетних уплата сбора не распространяется. Если идея на благую пойдет, вопросов нет, конечно. 10 рублей в день не так много, я считаю. Только, пожалуйста, не жалко посмотреть, развлекал и все остальное, все предостаточно. Я считаю, что отлично, нас все устраивает. В гостинице старт считают удачным, хотя признаются, что определенные опасения были. Дело новое, новые формы отчетности, но информации на эту тему сегодня масса. Кроме того, всегда под рукой телефон муниципального управления по санаторно-курортному комплексу. Немножко, конечно, прибавилось работы, но это все решаемо, это все в рамках рабочего времени. И на сайтах, и в Министерство курортов, и везде это на сайтах, везде все выложено, все документации, все рекомендации, все правовые акты, все формы, которые заполнять надо. В первый день с курортным сбором в муниципалитете приняли порядка сотни звонков, в основном от туристов. Ожидали, что будет больше, однако до этого вместе с Министерством курортов и туризма края в Анапе провели четыре семинара. На сайте администрации размещена вся необходимая информация, как для предприятий, так и для отдыхающих. Эксперимент важен, в том числе и как один из способов развития нашего города. То есть, если эксперимент пройдет удачно, то дополнительно на территории города мы получим возможность благоустраивать курортные зоны, развивать инфраструктуру для города. То есть, это строительство и реконструкция набережных, установка малых архитектурных форм, строительство, допустим, тех же самых питьевых бюветов. То есть, сделать по максимуму то, что необходимо городу для того, чтобы его в дальнейшем приукрасить и сделать наиболее презентабельным и для наших жителей, и для туристов. За неуплату курортного сбора предусмотрены штрафы до двух тысяч для физических лиц и до 15 из предприятий. Выявлять нарушителей будут специальные мобильные группы. Вместе с тем, все больше гостиниц предпочитают работу в правовом поле. Если на конец прошлого года было официально зарегистрировано около 600 средств размещения, то на сегодня уже порядка 800. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Отдых в Анапе самый доступный. Согласно результатам исследований, которые провели специалисты аналитического агентства АТОР, в разгар курортного сезона Анапа предлагает самые привлекательные по цене туры. Исследовались самые популярные курортные направления. Турция, Египет, Тунис, Черногория, Алания, из отечественных Крым, Сочи и Анапа, которые занимают первое место по доступности. В то время как на других курортах цены дорожают, в Анапе, наоборот, снижаются. Если в начале июля средняя цена семидневного тура на двоих составляла более 30 тысяч рублей, то сейчас она снизилась до 25 тысяч. За эти деньги в Анапе можно провести неделю в трехзвездочном отеле. Перелет включен. О правилах дорожного движения в игровой форме. В сквере Гудовича состоялся марафон детской дорожной безопасности. Это часть краевой социальной акции. В нем приняли участие более 200 юных анапчан. На два часа сквер превратился в условно проезжую часть с дорожными знаками и светофорами. Детям напомнили о правилах, действующих на дороге, и о том, как нужно вести себя на проезжей части. Сегодня у школьников внеклассный практический урок под открытым небом. Тема важная – безопасность на дороге. Организаторы мероприятия – Управление по делам молодежи и образования, а также Центр патриотического воспитания «Ратмир» в сотрудничестве с отделом ГИБДД города Анапа. Хочется надеяться, что это будет интересно для ребят, что они запомнят этот день, и те мероприятия, которые они сегодня увидят и смогут в них поучаствовать, они принесут к себе в школу, расскажут об этом своим друзьям, расскажут об этом родителям, и, наверное, при удобном случае вспомнят о том, как нужно себя правильно вести на дорогах. В подготовке организации марафона приняли участие воспитанники станции ЮИД – Антон Цилковский в клубе юных инспекторов дорожного движения 7 класса. Он на зубок знает все правила, не раз принимал участие в профилактических мероприятиях, организованных сотрудниками ГИБДД. Сегодня делится своими знаниями с марафонцами. Я занимаюсь этим, потому что мне нравится обучать детей правилам дорожного движения. Недавно проходила акция «Пристегнись, Россия», в которой мы с инспектором ГИБДД останавливали машины и рассказывали о пользе ремней безопасности. В Севосквере работали три площадки – одна тематическая и две развлекательных. Ребята разгадывали кроссворды по правилам дорожного движения, узнали, чем отличаются запрещающие дорожные знаки от предупреждающих, а также смогли самостоятельно проработать городскую схему дорожного движения. Актуально проводить в летний период такого рода мероприятия, так как значительно увеличивается поток транспорта, и большинство детей проводят время на улице. Марафон длился более двух часов. В завершении встречи участники мероприятия получили грамоты, памятки по безопасности пешеходов и светоотражающие стикеры. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам, не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа Самбурова 254.